Еще один пример любопытного использования искусственного интеллекта в науке — это проект AlphaFold. Нам в биологии довольно важно знать и понимать структуру белка и структуры разных белков для того, чтобы понимать, как они взаимодействуют между собой. На основании знания о структурах каких-то патогенных белков мы можем разрабатывать лекарства от определенных патологий. И долгое время формирование и понимание структуры белка было очень долгим и, мягко говоря, дорогостоящим процессом, потому что структуру белка чаще всего определяли с помощью метода кристаллографии. То есть представьте, вам нужно сначала изолировать белок, потом специальным образом сделать из него кристалл и потом уже с помощью, опять же, дорогого и сложного оборудования пытаться внутри этого кристалла посмотреть, какая же там структура у белка. Согласитесь, звучит долго, сложно, дорого, так оно и было. А теперь, когда мы обучили альфа-фолд на всех тех данных, которые у нас уже есть, о структурах белка в зависимости от их аминокислотной последовательности, мы можем довольно успешно прогнозировать, какая же структура будет у тех белков, которые мы пока еще не изучили с помощью метода кристаллографии. И главная прелесть в том, что альфа-фолд дает довольно хороший результат, и когда его результаты перепроверяют с помощью классической кристаллографии, там все довольно хорошо совпадает. Таким образом, мы можем сэкономить много времени и быстрее начать разрабатывать лекарства от каких-то болезней, если для начала разработки этого лекарства нам важно понимать, какая же структура у какого-то конкретного белка или у нескольких белков.